Привет, меня зовут Варвара Макаревич, вы смотрите Брифинг, программу, в которой мы коротко рассказываем о том, что сегодня обсуждают в США. Напоминаю, мы выходим в прямом эфире, а это значит, что вы можете со мной общаться. На календаре уже 15 октября, и в Америке активно готовятся к Хэллоуину. Продумывают костюмы, планируют вечеринки и, естественно, вырезают тыквы. Во Флориде это делали под водой, а пока мы смотрим сюжет, участвуйте в нашем опросе, отмечаете ли вы Хэллоуин. Дайверы из Флориды готовы к Хэллоуину. В воскресенье у острова Ки-Ларго прошли состязания по традиционному художественному вырезанию тыкв, только проходили они под водой. Участники вышли в открытое море, где погрузились на 9-метровую глубину и приступили к творчеству. Темой соревнований была морская жизнь, поэтому на тыквах появились акулы, черепахи и другие подводные обитатели. Победили братья Себастьяна Габриэль Химено, которые изобразили дельфинов. Приз – бесплатное погружение. Согласно поверью, так называемый светильник Джека, вырезанный из тыквы, надо оставлять в день всех святых около дома. Он будет отгонять злых духов. Рассказывайте, отмечаете ли Хэллоуин вы? Пишите комментарии или участвуйте в опросе под постом. Но пока некоторые боятся страшных костюмов, кто-то может испугаться, даже если его просто остановит полицейский. В Техасе департамент полиции проводит специальные тренинги с людьми с расстройствами аутистического спектра, чтобы те чувствовали себя спокойнее на дороге при встрече с полицией. Это игровой тренинг. Полицейский только что остановил 19-летнего Роса Гэлло. Привет, куда направляетесь? Рос сохранял спокойствие и держал руки прямо на руле. Он следовал всем указаниям полицейского. Покажите, пожалуйста, ваши права. Молодой человек сказал, что на тренинге полицейские научили его, что делать, если такая ситуация произойдет в реальной жизни. Если человека остановят на дороге, он может испугаться. Полезно проходить такие ситуации в игровом формате. Я очень хотел, чтобы Рос научился общаться с полицией, не нервничать в их присутствии. И если его когда-нибудь остановят на дороге, у него уже будет этот опыт. В группе более 10 подростков и несколько взрослых. У всех расстройство аутистического спектра. Все они пришли с родителями. Мы получаем очень хорошие отзывы от родителей. Они говорят, что то, чему мы учим, действительно необходимо. Сын Шарон Де Хафф аутист и не слышит. А еще он боится водить. Джош боится водить, потому что боится погибнуть. Он не слышит, поэтому боится, что если полиция поедет за ним, он не будет знать, что делать. Джош говорит, что ему понравилось занятие. Теперь он знает, что делать, если его остановят на дороге. Мы хотим помочь водителям, и мы также хотим обучить наших сотрудников, которые, возможно, не встречали водителей с расстройством аутистического спектра. Мы объясняем, как себя вести. Кстати, наряд полицейского тоже можно встретить на Хэллоуин. Рассказывайте, отмечаете ли Хэллоуин вы? Хотя, конечно, праздник этот, по крайней мере, в Америке больше для детей. Они с удовольствием ходят в костюмах по соседям и собирают угощения. Герой нашего следующего сюжета к Хэллоуину, возможно, и не готов, но уже готовится освоить профессию мечты. Кто этот улыбающийся мальчик в полицейской машине? Его зовут Лиам Сильверия, ему 7 лет. Последние два года он прошел через многое. В общем, у него опухоль мозга, очень агрессивная. Лечение проходило тяжело. Лиам уже прожил дольше, чем обещали врачи, но он не из тех, кто падает духом. Он молодец. Я молодец. Лиам уже выбрал себе профессию по душе. Я хочу быть полицейским, когда вырасту. Именно поэтому в день, когда он в очередной раз отправился на химиотерапию, в гостиной его дома толпились полицейские. Когда утром мы спустились по лестнице, у нашего дома стояло 5 патрульных машин. Все потому, что шерифы округа Пенопсбот в штате Мэн решили подвезти Лиама до больницы. Вот такой подарок. О, у меня тоже для вас подарок. Лиам сделал полицейскому мокрый вилли. Это детская забава, когда неожиданно тыкают мокрым пальцем в ухо. И отправился в больницу с полицейским кортежем. Да, я немного поплакала. Сам факт, что столько любящих людей пришло поддержать его, это очень трогательно. Люди меня любят. И похоже, это правда. Он вдохновил нас. Мы думали, это мы приехали ему помочь, а на самом деле он помог всем нам и всем жителям района. Конечно, у Лиама была мечта не просто прокатиться в полицейской машине. Включайте сирены и мигалки. Пока полицейские спасают мир от преступников, ученые спасают его от вреда, причиняемого человечеством. Новые исследования показывают, что вегетарианство напрямую может повлиять на выбросы парниковых газов в атмосферу. Ученые-эксперты из различных организаций, включая Оксфордский университет и Потсдамский институт изучения климатических изменений, заявили, что переход населения на вегетарианскую диету позволит снизить выбросы парниковых газов более чем на 50%. Исследования опубликованы в журнале Nature. Две калифорнийские компании, включенные Организации Объединенных Наций в список компаний-инноваторов, озабочены решением проблемы глобального потепления. Вместо того, чтобы рассказывать людям, насколько хорош и объективно пресный на вкус тофу, они решили воссоздать не только продукт с характерным мясным вкусом, но и идентичной текстурой. Компания Beyond Meat производит богатые белком продукты, схожие с мясом. А основные компоненты, такие как белок, жир, микроэлементы и воду, производитель добывает из растений. Основные составляющие мяса — аминокислоты, липиды, микроэлементы, вода — все это доступно в изобилии вне организма животного. Мы занимаемся тем, что ищем и добываем их из растений. А в компании Impossible Foods упор сделали на молекулу, которая, по их словам, придает мясу характерный вкус. Речь идет о геме — биологической основе гемоглобина. Гем — магический ингредиент в мясе животных. Это благодаря ему их вкус ни с чем не сравним. Этот магический ингредиент мы добавляем в наши бургеры для вкуса. Правда, там еще есть некоторые детали, но это значительный фактор. В сентябре двум компаниям была присуждена премия программы Организации объединенных наций по окружающей среде «Чемпионы Земли» в категории инноваций «Альтернативные продукты». Осталось только придумать вариант вегетарианских сладостей для детей на Хэллоуин. Я все еще жду ваших ответов. Пишите активнее, отмечаете ли Хэллоуин вы. Если да, то выбирая костюм, а главное — аксессуары, будьте аккуратны. Они могут оказаться опаснее, чем вы думаете. Некоммерческая организация «Центр здоровья окружающей среды» выяснила, что некоторые украшения, которые продаются вместе с женскими платьями и блузками, сделаны практически из чистого кадмия. Кадми — это невероятно токсичный металл. Как и свинец, он приводит к врожденным дефектам, вызывает осложнения при беременности и уменьшает возможность забеременеть. Защитники прав потребителей надеялись, что кадмий полностью исчез с американских прилавков после того, как журналистское расследование агентства Associated Press выявило, что некоторые китайские производители использовали этот металл для производства украшений для детей. Некоторые штаты, включая Калифорнию, запретили использование кадмия в детских украшениях. Проверки подтвердили, что к 2012 году изделия с его содержанием исчезли с прилавков. Однако, пока нет законов, которые запретили бы использование кадмия в украшениях для взрослых. Тесты в лаборатории показали, что 31 украшение, приобретенное в магазинах США, содержало больше 40% кадмия. Это очень печально, что мы все еще видим кадмия и невероятно токсичный металл в украшениях. Еще в 2010 году 36 компаний согласились отказаться от его использования в производстве. Но, к сожалению, в 2018 году мы должны снова договариваться. Точные риски для здоровья не определены, потому что пока не проводились соответствующие исследования. Остается неясным, попадают ли частицы кадмия в организм при контакте с украшениями. Я смотрю ваши ответы и вижу, что большинство наших зрителей Хэллоуин не отмечает. Вот Раиса Постоянцева написала, что не отмечает этот праздник. Наш зритель Рафаэль пишет, что отмечать его проще в городе, чем где-то, например, на селе. Ну а наш зритель Владимир поздравил всех с просмотром столь приятного эфира. Владимир, я вас тоже с этим поздравляю. Вот такое отношение должно быть к нашему брифингу. Спасибо, что вы были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова